МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие наши телезрители! В эфире телеканала «Союз» начнется передача беседы с батюшкой. И сегодня у нас в гостях наследие храма равнопостного князя Владимира в поселке Усть-Долысы Великолугской епархии отец Владимир Флоренов. Здравствуйте, вовсе. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей. Бог благословит всех вас молитвами святого равнопостного князя Владимира. Дорогие наши телезрители, у нас сегодня очень интересная тема, который, думаю, что вас всех заинтересует. Это тема здоровья и исцеления, болезни и исцеления. И, конечно, мы с нетерпением будем ждать ваши звонки по телефону в Петербурге. Код города 812. Телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, и мы будем рады принять ваши звонки. Отец Владимир, тема болезни и исцеления действительно очень многогранна. И мне всегда казалось, что если в таком обычном человеческом мышлении болезнь всегда воспринимается как некая кара, наказание. Но, во всяком случае, это что-то ужасное, что только может... Ну, одна из самых тяжелых вещей, которые происходят в нашей жизни. Тем более, что если посмотреть обычные телеканалы, там самая востребованная тема – это тема болезни и, соответственно, кому обратиться для того, чтобы исцелиться. Но, тем не менее, в нашем понимании, в понимании людей верующих, эта, наверное, тема выглядит несколько иначе. Я бы сказал бы вообще наоборот. Наоборот. Давайте на эту тему говорим. Да, ну, начнем с того, что практически все монахи признавались и говорили, что вот я, например, переживаю о том, что я вот не болел, и меня Господь не посетил в этот год, да, то есть я не болел. То есть для людей, которые очень глубоко погружаются в православие, у них мышление должно меняться, должно меняться. И мы воспринимаем и само слово «наказание» уже по-другому. То есть, например, материнский наказ, да, отцовский наказ. То есть это не наказание с негативом, это как раз положительная тенденция, это вот как заповедь Божия. Здесь не ограничение, а здесь благословение. То есть наказание – это не кара, а… благословение, то есть это вразумление. То есть Господь Бог прекрасно понимает, что расстояние от ушей до мозга как-то вот оно маленькое, вроде бы так, физиологически, да, но на самом деле очень много этого расстояния, и поэтому, ну, приходят вот такие вот различные удары судьбы, которые вот вразумляют нас. Потому что то, что Бог говорит, Он уже сказал, всё сказал. Ему как бы лишний раз повторять-то и не надо, но мы долго вразумляемся. Поэтому гораздо проще вот какую-нибудь, как Вы говорите, кару послать в виде болезни, либо проблем каких-то, либо даже смерти. Но ещё раз подчёркиваю, в православии противоположное понимание. То есть мы не воспринимаем это как негатив. И более того, мы должны ещё и вспомнить, что это обречённость наша. Мы обречены и на болезни, мы обречены и на смерть. Поэтому совершенно всё нормально, просто должны готовиться. Опять же, должны. А вот подготовка у нас сложна. Вот, знаете, мы, наверное, нет такого человека, который не страдал бы зубной болью. Но когда в нас просыпается зубная боль, в этот момент мы забываем обо всём. То есть мы забываем о том, что там, ну, то есть самое главное для нас в этот момент, это как избавиться от этой зубной боли. Мы бежим в стоматологию. Причём самое интересное, что ведь именно в стоматологии, наверное, самые высокие цены на лечение, потому что это самая такая резкая, как бы сказать, боль. Но каждый раз, когда мы избавляемся от этой боли, мы в этот момент не говорим «Господи, спасибо тебе за то, что ты избавил меня от этой боли». Мы не говорим ему «Господи, спасибо, что ты послал мне возможность избавиться». Мы избавились от боли, и теперь опять, слава Богу, живём. В основном, да, не все, но в основном, да. То есть получается, что мы забываем вообще о главном, что всё, что не есть в моей жизни, должно быть проникнуто, с одной стороны, покаянием, то есть я заслужил и заслужил гораздо больше, а с другой стороны должна быть благодарность. И если не будет благодарности, то покаяние приводит к унынию, приводит к разочарованию, приводит к ропоту, к депрессии, ну и в конце, может быть, даже и суицид. То есть человек не выдерживает, ломается. Поэтому должна быть благодарность. Не будет её, человек погибает. Ну вот сказали, вот уныние и ропот. Ведь тут получается такая штука, что ведь когда мы, всё у нас, всё слава Богу, то мы ропот воспринимаем как, ну вот, плохая погода. Ой, что-то я подумал плохо. Вот сегодня бывает нехорошей погоды. И значит, я возроптал на Господа. А то, что мы ропщим на Господа каждый день, не совершая просто даже благодарности Господу, всё равно, то есть как бы мы этого не замечаем. Уныние, которые происходят в нас по причине того, что мы заболели, или кто-то болеет среди наших близких, то же самое. Вот как же здесь примириться с тем, что мы считаем себя верующими людьми, но тем не менее и уныние, и ропот в нас возникают не те, в которых действительно нужно каяться, а просто, как бы сказать, мы заменяем в себе вот эти вот истинные грехи на какие-то видимые. Я, может быть, даже ещё углубил бы ещё, может быть. Смотрите, мы очень много приносим друг другу боли, ну, например, в семье, муж и жена. Совершенно очевидно, когда, например, заболевает ребёнок, матери реагируют на это более болезненно, а мужчины менее болезненно. То есть мы воспринимаем это, ну, как бы, ну, жена дома всё равно сидит, она там вызовет врача или сама поможет, вот. И получается, жена смотрит на мужа, получается, ну, как-то ты не о ребёнке печёшься, а он печётся вроде бы всё равно о семье, как бы обо всех сразу. Но не чувствуется, не видится. И получается, боль усугубляется. То есть жена перестаёт, например, доверять мужу, а что с него взять? Он вот такой вот болванчик такой, он живёт по своей программе, и она перестаёт с ним делиться, она перестаёт с ним общаться. У нас то же самое с Богом. Вот я почему и хотел сказать, что можно и углубить. То есть мы, в принципе, точно так же с Богом не общаемся. То есть мы требовать требуем, а общения нет. То есть мы верим, мы просто признаём факт существования Бога, вот и вся наша вера. Но при этом нет вместе события, нет вместе со жизни. То есть мы не живём вместе с Богом, мы не соработники Ему. И поэтому все наши проблемы, они с нами остаются, они никуда не деваются. И сколько бы их ни было, они так и будут множиться, потому что нет решения. А решение должно быть в осмыслении. То есть я потерял смысл, а смысл только в Боге. А если я потерял смысл, смысл болезни, смысл смерти, смысл жизни. Ведь каждый день я должен отвечать на эти вопросы. В чём смысл жизни? Я живу. Почему я живу? Ради чего я живу? А почему я болею? Не за что. Мы всё время спрашиваем, за что? Нет. Для чего? Для чего? Для чего? Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Надежда, я из Башкирии. Здравствуйте. Я хотела бы священнику задать такой вопрос. У меня, мне 64 года, у меня было 4 инсульта. 10 лет назад, 2 подряд, интервал был через год, инсульты. И вот в 16 году был 3 и в 18 году, в январе месяце нынче был 4 инсульт. Благодарю Бога, я восстанавливаюсь, хожу, вижу, слышу, общаюсь. И я благодарна за эту Господу Богу. Когда последний инсульт у меня был, делали мне МРТ, и доктор сказал, что ищите причину ваших инсультов на духовном уровне. Я хотела спросить, возможно ли, вот так, бывает ли так в жизни, что мои инсульты идут на каком-то духовном уровне. Да, я верующая, я хожу, исповедуюсь, причащаюсь. Как могу, занимаюсь. И у меня есть духовник, который как бы помогает мне в духовной жизни. Спасибо. Ну, разумеется, все наши болезни, они обязательно имеют какой-то и духовный момент. Если мы вспомним, например, Ио Многострадального, и вспомним, что дьявол, подходя к Богу, говорил, да даром ли он святой, ты его всем наградил, у него все есть в жизни вообще, все, он царь, у него детей много, богатства много, а лиши его всего, и что он из себя будет значить. И Бог ему разрешает, говорю, а лиши, хорошо, и даже здоровье забери. Только душу не трогай. Душу не трогай. Так вот, у нас с вами ситуация немножко сложнее. Мы и так изначально ничего не имели, и души, к сожалению, грехи наши касаются. Поэтому нам сложнее. И поэтому нам, может быть, и сложнее разобраться. Но на примере Иова очень хорошо видно как раз именно духовная составляющая. То есть Бог на нём проверял, а как вообще человеческая природа может сопротивляться греху. И Иов сопротивлялся как мог. Его уже самое страшное было испытание как раз с друзьями. Ну, покайся, видишь, ты как страдаешь, значит, ты виноват. Ты страдаешь, ты виноват. А он ни в чём не был виноват. Вот ни в чём. И он уже требовал, ну, Господи, ну рассуди, в чём есть я виноват? Ну скажи. А Господь, придя к нему, говорит, а ты можешь дьявола победить? Вот этого древнего Левиафана, да? Можешь? Не могу. То есть на нём Господь Бог решил попробовать. А может ли человек сам спастись? Может ли человек сам дойти до рая? Своими подвигами, своими молитвами, оказывается, нет. Нам без Бога никак. Но в том-то и дело, что мы настолько привыкли вот сами здесь жить, в этом аквариуме, да, что вот мы и Бога обвиняем в том, что там рыбки померли, да, и, собственно говоря, и ничего не делаем. Вот так вот и живём, сами по себе. Вот как дети, которые стукнули дверь, ушли из дома, и живём так. А надо всё-таки с Богом. И в этом и заключается спасение. То есть мы должны его почувствовать, что я нуждаюсь в этом спасении. И только да-да, оно и приходит. Ну и вот в этом телефонном звонке было замечательно ещё и то, что всё-таки и вера в Бога, и участие в причастии, и общение со священником. Да, и замечательная реабилитация произошла. И вы заметили, что даже какая внятная и замечательно осмысленная речь. Ведь это же совершенно удивительно. Просто удивительно. То есть мне так кажется, что даже несмотря на все эти инсульты, Господь просто помог нашей сестре избавиться и преодолеть все эти болезни. Так что всё слава Богу. И показать, что с Богом-то всё возможно. У нас ещё есть один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и как вас зовут? И откуда вы звоните? Здравствуйте, батюшка. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот у меня мама тяжело болит. Мне вот очень тяжело вот это вот всё переносить. Как бы я мучаюсь. Вот скажите, пожалуйста, как вот правильно к этому относиться? Как стараться не переживать по поводу этого? И может быть как-то вот слова поддержки вы скажете вот этим тяжелоболящим и их родственникам? Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Ну, когда мы были маленькими детьми, мы ведь тоже болели, и наши мамы, и папы, и близкие рядом с нами очень старались помочь нам пережить вот эти наши болезни, проблемы, которые выпадали на нашу бедную голову. Поэтому пришло время, что называется, ну, немножко оплатить вот эти долги перед нашими родителями, перед нашими друзьями, родственниками, когда мы теперь несем их заботу и их болезни. Поэтому нести мы должны с благодарностью. Всегда помните это, что переживания, конечно, их никуда не убрать, мы люди, мы должны переживать и будем переживать. Но мера этих переживаний не должна разрушать ту энергию, которую нам Бог даёт для того, чтобы мы совершили тот или иной подвиг. То есть если мы потратим все силы на переживания, то мы и подвига не совершим, и помощь не окажем. Вот как врач, например, если он будет переживать о каждом пациенте, но он через год просто вынужден будет уйти с работы. Поэтому мы помогать должны, переживать всё равно будем, но главное — это молитва и понимание смысла всего происходящего. Здесь не наказание, а здесь восполнение тех долгов, которые у нас есть перед теми, которые когда-то нам помогали. То есть это ещё один способ любить? Да. Когда вот мы говорим о болезни и об исцелении, здесь, конечно же, всегда возникает очень, ну, в нашем, вот в нашем, ну, часто в нашей жизни возникает именно та проблема, когда мы сталкиваемся, вот как Дмитрий, например, сталкивается с ситуацией, когда очень тяжёлая болезнь. Потому что когда лёгкая болезнь, ну, мы, в общем, в принципе, не обращаем внимания. Ну, сделали вакцину от гриппа, ну, выпили таблеточку, ну, и, в общем, в принципе, всё в порядке. Но когда нам посылаются тяжёлые болезни, и в том числе, конечно, онкологические болезни, то в этот момент мы начинаем думать о чём? Прежде всего, о смерти. Потому что мы в этот момент начинаем вдруг чётко осознавать, что жизнь наша, мы так и так знаем, что она конечна, но мы понимаем вдруг, что она просто может быть конечна, ну, просто очень быстро, вот просто очень короткий этап жизни остался мне для того, чтобы пожить. И, там, врач может даже мне сказать о том, что мне осталось, там, полгода, или, там, год жизни остался. И я видел этих людей, и не раз видел, и в своей жизни мне с этим приходилось сталкиваться, когда вдруг ты понимаешь, что у тебя осталось полгода. Что в этом случае нам, людям, нужно делать? Я просто понимаю, что, конечно, в православном смысле мы все, в общем, в принципе, каждый должен готовиться и так далее. Но когда вот такая ситуация, когда очень быстрая смерть тебя ожидает, как к этому подготовиться, как здесь, что нужно здесь делать, как молиться, как жить? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что невозможно научиться мужеству, не страдая. То есть все эти страдания, болезни, проблемы, они как раз воспитывают в нас необходимые душевные качества. Без них мы не состоимся как личность просто даже без этого мужества, да? Плюс нам необходима еще и мудрость, которая тоже нам необходима, но мы не стремимся к ней ни к мужеству, ни к мудрости. А с другой стороны, смерть – это тоже творческий акт. То есть Бог – творец, Он нас наделил своим образом и подобием. И Он нам предлагает, ты все равно умрешь, умри красиво, умри со смыслом жизни. Вот так, как у нас на Руси всегда и было. Мы, может быть, плохо всегда жили, но чем русский человек всегда отличался от всех вообще народов? Мы умели умирать, и поэтому мы всегда побеждали. Поэтому на самом деле не смерть страшна, это страшна бессмыслица жизни, страшна бессмыслица болезни. Когда человек теряет смысл, разочаровывается, вот это самый страшный человек, он человеком перестает быть. Поэтому на самом деле не страшны болезни, страшна неподготовленность, да. То есть когда приходит вот этот звоночек, мы действительно должны вспоминать, что мы внезапно смертны. То есть не когда-нибудь, там, я заболею, состарюсь, там, еще что-то, я могу умереть и сегодня, и я, и кто угодно. Вот любой из нас, вообще любой, Бог решает, не я. А раз я понимаю, что я уже сегодня могу умереть, то значит, сегодня я должен жить. Вот сколько мне есть времени, может быть, минута, может быть, час, но это мое время, которое мне Бог почему-то дал, почему дал, слава Богу. Я начинаю жить. Я начинаю реализовывать те таланты, которые мне Бог дал, чтобы поделиться с другими людьми, поделиться во благо Церкви, во благо Родины нашей, да, во благо всей планеты и вообще всей Вселенной. То есть мне Бог дал вот это время, слава Богу. Я начинаю жить. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Беларев. Меня слышно? Да. У меня вопрос. В Иоанн Европе пишется много очень бесноватых, там, Христос заселяет. В чем разница между психическим заболеванием и бесноватостью? Почему во времена Христа было столько бесноватых, сейчас их столько нет. Допустим, эпилемсия, она похожа на беснование. То есть тоже пена изо рта идет, и в жар, и в холод бросает. Может, потому что медицины никакой не было, может, поэтому все были бесноваты или как? Спасибо, Валерий. Понятно, да. Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос даже и для психиатрии. То есть у них нету критерий, чтобы это отделить, потому что они не занимаются духовностью. У нас, у священников, есть некоторые критерии, как отличить одно от другого. Внешне выглядит одинаково абсолютно. Как человек реагирует на святыню? Я работал в психушке около пяти лет. У нас даже был эксперимент. Я принес святую воду и налили только в один стакан. Девять стаканов было просто вода. И психбольные, ну, если они вот просто психбольные, то они как бы любую воду брали, там, святую, не святую, не вопрос. Если же бесноватый, то вот девять стаканов спокойно выпивает, а со святой хоть руки заламывай, ни за что. И если всё-таки удаётся его там как-то кропить хотя бы святой водой, как вот некий мешок с головы сползает, он начинает по-другому смотреть, ой, а где я, а кто вы, а что вы меня связали, а почему вы меня так вот держите. Потом снова дьявол захватывает сознание. То есть беснование — это захватывание главного ресурса, это захватывание сознания человеческого. Если мы теряем это сознание, мы теряем полный контроль над собой, и уже не я говорю, уже не я смотрю, уже мной владеют эти силы. Не скажу, что у нас стало меньше бесноватых, я бы, может быть, даже сказал бы, что, может быть, и больше, потому что сегодня мы грешим гораздо страшнее, чем когда-либо на Земле. Вот, и, к сожалению, это правда, жестокая, может быть, правда. Поэтому просто медицина сегодня больше помогает, и нам она на службе. Раньше не было столько врачей, не было столько помощи. Поэтому любые болезни, вообще любые в древности, уже рассмотрелось как принцип беснования. Хотя там и не было бесов, просто человек немощный был, да, вот он расслабленный, там, та болезнь, та, а приписывалось всё вот на одну. Всё. Он был обладаем, там, бесом. Всё. В принципе, это так. То есть любые наши болезни, они всё равно имеют природу греховную. То есть я где-то согрешил, может быть, когда-то, даже, может быть, и я, может быть, родители, может, не родители, может быть, соседи, может, ещё кто-то. Ну, как вот огород. На огороде должна быть порядок, но и нет этого порядка. А кто расплачивается? Теперь я на этом огороде. Я расплачиваюсь. Поэтому, получается, где-то мы всё равно расплачиваемся здоровьем. Но это даже, на самом деле, не главная проблема наших заболеваний. Вот я её уже обозначил, это мужество. То есть мы сами в себе не воспитываем мужество. И, получается, Бог посылает нам болезни даже не за грехи, а за отсутствие мужества, чтобы ты научился смиряться. Если у тебя нет смирения, ты вовсе не человек. Ты вот, ну, скотина. Вот. Поэтому очень важный этот момент. Плюс ещё очень важный момент. Мы все имеем комплексы неполноценности, страхи какие-то. У каждого из нас боль, как атомная бомба. И мы можем этой болью друг друга просто задавить молча, ничего не делая, ничего не говоря. Но эта боль есть, и она отравляет всё вокруг. И здесь действительно требуется понимание, как я должен жить, именно жить, не выживать, а жить. Так, чтобы вокруг меня люди не страдали от меня же первого. Вот ещё у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните? Я зовут Людмила. У меня, знаете, такая ситуация. У меня дочка родила недоношенные детей семимесячные, двойню. В это время, пока она их унашила, муж нашёл другую девушку, молодую. И сейчас у них там тоже ребёнок. Но она беременна от него. И он вчера ушёл от неё. А дети ещё в больнице лежат. Ну, как сказать, недоношенные. Они вес набирают. Вот я хотела попросить, что мне батюшка посоветовать, чем её поддержать. Я сама хожу в храм, молюсь. Но она ещё, как говорится, крещённая, но не ходит в храм, не молится за неё. Божьей помощи. Ну, вот это хорошо, что вы озвучили. На самом деле, это очень большая беда. И это беда не только нашей страны. Это планетарная беда. Это отсутствие ответственности, которую мы должны брать друг за друга. То есть мы в ответе за кого приручили, вспоминая из Уперии. Поэтому, к сожалению, есть здесь и другая тема. Это тема неподготовленности к семейной жизни. И причём не только мужчин, как оказывается, но и в том числе и женщин. То есть мы не успеваем выстроить отношения друг с другом так, чтобы какая бы беда ни произошла, мы должны вместе её выдержать. Вот мы вместе на одном корабле. Но мы почему-то в семье этого не чувствуем. У нас, получается, всегда есть возможность слинять с этого корабля. Вот с этой подвойной лодки я могу куда-то убежать, оказывается. И очень многие так и поступают. И не только мужчины, и женщины. И женщины тоже бросают своих детей, например, мужья. То есть вот то, что вы озвучили, это на самом деле сегодня очень часто происходит. Неподготовленность. Вот о чём мы начинали передачу. Неподготовленность к болезням. Как их нести правильно, эти болезни. Неподготовленность к смерти. Неподготовленность к самой жизни. Мы не живём. Мы выживаем. А когда мы выживаем, мы, получается, рвём. Каждый на себя. Каждый под себя. Вместо того, чтобы жить и приносить радость. Поэтому здесь, вот, увы, очевидно, вот этот момент предательства, разумеется. Здесь есть это предательство. И здесь не надо проклинать этого человека. К сожалению, он уже понесёт на себе своё Божие наказание. Здесь надо утешить, конечно, бедную женщину. Дай Бог, чтобы детишки поправились и принесли ей заслуженную радость, чтобы она в этих детях не видела того, что потом, ну, как вот тоже очень часто бывает, когда дети вырастают, а мать начинает, вот ты там плохой, вот как папа твой, например, да? Вот чтобы вот этого тоже не было. То есть надо уметь прощать. Обязательно должно быть великодушие. То есть все ситуации происходят для того, чтобы душа росла, увеличивалась душа. И обязательно, конечно, надо маме идти самой на исповедь, выискивать внутри себя, в чём она-то была виновата. Потому что, ну, дым безгодня не бывает. Мы все виноваты друг перед другом. Все всегда и во всём. И поэтому здесь нет ничего, на самом деле, страшного. Это нормально. Ненормально только то, что мы не готовы. Вот к этим экзаменам, которые со мной происходят, вот этот экзамен, да? Я его не сдаю, этот экзамен. Я его проваливаю на двойку. Я начинаю проклинать людей, которые вот меня предали. Но ведь у Христа тоже были предатели. Но дело-то в том, что не случайно вся эта ситуация со Христом-то произошла. Он и показал, что в каждой нашей судьбе тоже есть предатели. Так если в каждой нашей судьбе есть предатели, так, может быть, и я тоже кого-то предал. А мы этого не знаем. А апостолы знали, что они предали Христа? Нет. И мы также не знаем, что мы, оказывается, тоже кого-то предали. И что мы вполне заслуженно несём то, что мы сейчас несём. И что это не меня предали, а просто на самом деле я вот наконец-то увидел правду. Она жестокая, она страшная. Но это правда жизни. И правда лучше лжи. Поэтому здесь требуется великодушие. Здесь надо уметь прощать. И здесь опять же есть разница. Вот, например, между мужчиной и женщиной. Да, мужчина просто забывает. Мы не прощаем, мы просто забываем. А женщина всё помнит. Поэтому надо уметь отпускать. Вот как в Отче наш. Мы молимся. И остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем. Мы не оставляем, мы помним. Мы злопамятные. Да, и тут, конечно, речь идёт не о деньгах. Ну, да, разумеется. Именно об обидах. Потому что если мы не отпускаем вот эти обиды, это очень больно. Это страшно. Любой человек знает, что такое предательство. Поэтому любой человек знает, что такое вот эта боль, предательство. Но если мы не научимся её отпускать, мы не сравнимся со Христом. А Он нам дал свой образ. Он пережил всё это. Он вместе с этими апостолами обнимался и целовался. И лежал вместе на Тайной Вечере. Я каждый раз вспоминаю в этом случае. Ну, мы знаем два предательства. То есть одно предательство, понятно, Иуды. Но есть ещё и одно Петра. Которые трижды. Трижды. И поэтому у нас на иконах апостол Пётр всегда изображается с красными глазами. Плачущими глазами. С бороздами. Да, то есть с бороздами. То есть плакал всю жизнь человек о грехах своих. И, наверное, здесь очень правильно. У меня очень сложно сейчас возникнет вопрос к вам. Это тема, наверное, очень, ну, действительно сложная для понимания вообще, вообще в человеческом понимании. Это тема, как нам научиться не только прощать, там, скажем, свои грехи. Мы очень радостно их любим себе извинять. Но мы переживаем за смерть и за страдания своих близких людей, но точно такое же страдание, возникшее у, скажем, других людей, у других народов, мы воспринимаем не только равнодушно, но ведь иногда даже и с неким «а вот». «А вот вам» за ваши все дела. «А вот вам». И я вас попрошу ответить на этот вопрос сразу после принятия звонка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из Санкт-Петербурга. Мы слушаем вас. Я хотел сказать, ну, во-первых, на тему предыдущей озвученной проблемы, есть такая песня «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Может быть, вот это утешит, не утешит. А еще я хотел сказать отцу Владимиру, вот он говорил, что все болезни посылаются и в искуплении, и в посещении. Так вот, может быть, самое время вспомнить про притчу от десяти прокаженных. Вернулся только один, а мы-то все остальные, может быть, ближе к остальным девяти. Да, да. Ну, а вопрос какой? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, да, здравствуйте. Здесь слышать вас. Да, ну, а я рад. Сергей Капонов, с вашего позволения. Да, я тоже рад. Ну, а вопрос в чем? Нет, просто... Это комментарий. А, комментарий. Я думаю, ваш ответ про исцеление и посещение надо все-таки немножко дополнить темой о том, что... Нам может быть... Да, благодарность. Да, благодарность. Благодарность – это главное, да. И плюс вот с этой бедной девочкой, да, то есть просто, может быть, даже не надо ничего говорить, просто ее обнять, просто ее быть рядом с ней. И, может быть, и больше ничего не требуется на самом деле. И вот тут еще есть одно очень интересное, как бы, такой аспект, который, кстати, вот затронул Дмитрий, когда... Ведь у нас ведь есть каждый раз, когда вот у нас в наших храмах есть люди, которые так нуждаются в этой помощи, пусть эта женщина еще пока не вошла в церковную ограду, что называется. Но ведь есть повод для того, чтобы нам, прихожанам, которые находятся рядом... Проявить любовь. Проявить свою любовь. Проявить свою любовь и позаботиться о ней, и помочь ей. И я уверен в том, что если, опять-таки, Господь послал такое счастье двух детей, то это же вообще просто удивительное счастье. И вот там, то есть, как бы, опять-таки, если мы все-таки вернемся к этой теме, который вопрос, который я вам задал, по поводу того, что мы очень переживаем за своих рядом находящихся людей, и вместе с этим практически радуемся тому, что такая же беда на других. Ну, это проблема нашей жестокости. А жестокость — это, опять же, проявление вот той самой мозоли, да, когда человек живет в избытке информации, он не может реагировать постоянно и на все. Рано или поздно возникает вот эта мозоль. То есть я перестаю воспринимать и живо воспринимать это все. Это вот святые могли, да, они на все живо реагировали. Сколько бы там тысячи паломников не было, у Серафии Масаровского, там, у Иоанна Кронштадтского, но это действительно уже подготовленные сердца, которые могли реагировать вообще на все, чтобы на планете не происходило. Мы не подготовленные, и мы должны это понимать, и поэтому и сами ограничивать этот поток информации. Потому что если мы включаем вот эту жестокость, то мы уже расписываемся в том, что нам Бог ничем уже и не сможет помочь. Мы действительно заслуживаем наказание во всем его негативе, хотя я еще раз подчеркиваю, что наказание – хорошее слово, а не плохое. Но в данном случае мы заслуживаем действительно очень многого плохого. То есть наказание и кара – разные вещи? Разные вещи, абсолютно. Может ли покарать Господь? Не то, что Бог нас наказывает. Мне в этом отношении нравится, на улице стоит будочка, и на ней написано «не влезай, убью». То есть если мы нарушаем элементарный закон, я не электротехник, я куда-то лезу, ну тогда получи то, что там написано. Собственно говоря. Мне нравится эта история, когда на столбе вместо «не влезай, убьет» было написано «тебе туда надо?» У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артур, я из города Воронеж, в Крешении Иоанн. Я хотел бы только представить один факт, вот, с четырех отцов и с частями Серафима Саровского. Он говорил, что болезни проявляются на четыре вида. Одна болезнь для того, чтобы заставить Господа лечением ее. Вторая болезнь заключается в том, чтобы вот как... Алло? Ну, сорвался звонок. Да, да, действительно, разные виды заболеваний и разные действительно вот моменты, почему это так происходит, мы, может быть, даже все и не знаем. И, может быть, даже и копаться в этом особенно и не надо. Действительно, может быть, достаточно просто смирения. То есть смириться с самим фактом, может быть, это и тяжело, да, человек только-только планировал какую-то жизнь, какие-то планы в этой жизни. А Господь ему напоминает, вот, все, скоро, вот, я тебя в рай заберу. А мы как-то не хотим в рай, получается. Мы хотим здесь, на грешной земле. Вот, поэтому вот это все звоночки, получается, от Бога, напоминания, действительно. Вот, и отсюда и слово исцеление. Мне вот тоже очень нравятся параллельные слова. Одна как, например, целина. Вот поднять целину, да, это вот распахать землю. Вот мы помним Шолухова, да, ему Нобелевскую премию за это дали. А ведь мы, если поднимаем весь этот огород, вот эту непаханную целину, то есть в этой земле еще сколько много семян сорняков, сколько много ядов от этих сорняков. И у нас не скоро еще будет урожай. Мы столетиями культивируем эту землю, чтобы земля нам дала урожай. Столетиями. Чтобы у нас появился чернозем. А здесь мы хотим, чтобы сразу, вот мы только родились, и чтобы сразу все поперло. Вот другое что-то прет. Сорняки в изобилии. Причем, чем богаче душа, вот на асфальте же сорняки не растут, да, а чем богаче, у нас же богатая душа, так там и прет все подряд. Я по этому поводу вспоминаю, знаете, еще есть такой борщевик, который был сначала просто сделан для того, чтобы кормить скот, и вообще просто, чтобы была большая такая культура, которую можно было употреблять. Но превратилась она во что, понятно. У нас есть еще два вопроса. Один вопрос по поводу того, почему, например, онкология и онкологические заболевания считаются особыми среди болезней. И еще один вопрос, сразу после этого, о том, что такое благодать. То есть я понимаю, что именно в этом вопросе, в вопросе исцеления, болезни исцеления. Ну, с онкологией, конечно, сегодня это эпидемия, и многие из священников уже сходятся в одной мысли, в том, что это проблема непрощения обид, то есть мы не прощаем, то есть мы забываем эти обиды, мы рукой махаем, там, да я тебе уже там, что называется, и проклял тебя, и там, и спину плюнул, пожелал тебе всего-всего. Мы не прощаем. И вот эти обиды, они ломают меня. То есть, может быть, даже человек, обижая меня, он может даже этого не видеть. Вот он проехался по мне, как танк, да, по мне, он меня раздавил своим поведением, своими словами, он сделал мне больно, но он этого даже не заметил. А мне больно. Я живу с этой болью непрощенной. Может быть, и забыл уже, но она осталась. И эта боль, как бомба, я уже говорил, да, этот термин, он отравляет меня и отравляет все вокруг. Разрушая. Вот. Поэтому с раковыми заболеваниями, конечно, это очень большая боль людей. Здесь, конечно, надо проявлять вот эту любовь, заботу о раковых заболеваниях, о раковых больных. И нам с вами это очень большой урок, как все-таки учиться выискивать вот эти вот прощения и учиться быть великодушным. Все-таки, несмотря на тяжелые заболевания, ты должен жить. Благодать мне ответить на этот вопрос чуть позже, когда мы приедем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий. Как я выключаю в телевизор. У меня такой вопрос. Вот насчет доброты. Я стараюсь, верю людям, делаю добро, подаю им, даю. Придет даже какой-нибудь алкаш, я ему дам хлеба, дам мне сало. Сало даю, все. Или дай мне деньги, я тебе принесу. А мне в ответ только зло. Исчезают или хулят меня. Как мне перестать быть доброй, что ли, или злой, или сердитой, или не давать, или на всех тоже так же махнуть рукой, идите отсюда. Вот, ну, я не знаю, как справиться мне со своей добротой. Это вот к людям с добром обращаться. Как вас зовут? Спасибо. Лариса. Очень приятно. Значит, я хочу вам напомнить образ Христа. Он еще больше делал добра, чем вы, но, однако, он еще и больше вас понес. Поэтому не ломайтесь, оставайтесь такой же добрый и отзывчивый. Другое дело, что, конечно, надо учиться мудрости. И не, вот Христос не случайно говорил, не давайте святыне свиньям, чтобы они не попрали вас. То есть все-таки с разумом надо относиться с теми милостынями, которые вы оказываете другим людям. Не забывая, что есть и другие люди, которые, может быть, гораздо больше в вас нуждаются. А вы вот сконцентрировались, например, на вот этих людях, а уже не помогаете другим. И, опять же, не распыляйтесь. Когда очень много вы кому помогаете, вы, получается, вообще никому не сможете помочь. Поэтому помогайте той семье, например, так выберите для себя, может быть, там несколько семей, которым вы действительно можете помочь. И помогайте им. Бедным, например, вот бедная женщина двух родила малышей. Вот ради них, может быть, я понимаю, что, может быть, никто не знает, где она находится. Но ищите вот такие семьи, которые реально нуждаются в помощи. А алкаши, ну, они выбрали свой путь, в принципе, им хлеба и достаточно. Если они хотят там сало, заработай. Надо же заработать. А так просто кормить, а ради чего кормить? Вот просто ради доброты своей это не совсем правильно. Он должен заработать, заслужить. Спасибо очень за этот ответ. Избирательность в помощи тоже это очень важная вещь. Ну, вот все-таки благодать. Благодать, когда мы ищем и спрашиваем благодатью у Господа. И тем более, что во время литургии, когда мы просим у Господа, чтобы Он послал нам и исцеление от грехов наших, и прощение грехов наших, и о том, чтобы и кончины мирные мы просим у Господа. И каждый раз, то есть каждый раз во время литургии, то есть во время Эктеньи, мы, в общем, понимаем, что нам нужно делать. Но мы этого не делаем. Но и спрашивая благодати Божией в исцелении наших, все-таки, что такое благодать? Я, наверное, попробую рассказать притчу. Мне она очень понравилась, поделюсь с вами. Может быть, даже кто-то ее, может быть, тоже ее уже встречал. В одной кафешке сидел человек, вот автор этой притчи, и наблюдал за хорошей семьей. И маленький мальчик задает папе вопрос, что такое благодать? И автора это заинтересовало. Как же вот папа-то выкрутится из этой ситуации? Нам-то сложно, да, богословам, да, сложно. Как же папа-то выкрутится? И вот папа так смотрит на ребеночка, говорит, слушай, ты можешь вот до турникета вот там вот допрыгнуть? Там вот видишь, там турникет там. Ну да, вижу. Можешь? Нет, не могу. Ну давай я тебя подсажу. И папа берет его раз и подсаживает. Вот теперь можешь? Могу. Теперь понял, что такое благодать. Хорошо. То есть это та помощь, когда мы не можем, но мы все-таки хотим реализовать те или иные цели. И мы понимаем, что нам нужна только божественная благодать, потому что иначе никак. Поэтому правильно говорил Серафим Саровский, стяжи Духа Святаго, да, вот. И вот в этом заключается главный принцип христианской жизни. Мы должны стяжать благодать. Вот эта вспомогающая сила, которая помогает нам реализовать правильно те добрые таланты, которые у нас есть. Болезни всегда у нас ассоциируются с печалью, с горестями. И я понимаю, что действительно не может быть болезни в радости. Если только не вспоминать, когда мы были совсем мальчишками, то для того, чтобы не пойти в школу, мы там крели градусник, и я говорю, у меня там кашель, ну и всё. Ну и не пойдёшь, ура, там и всё, вся болезнь у нас проходила. Понятно, что, в общем, иногда нам, даже иногда у нас сейчас происходит такая вещь, когда мы радуемся нашей болезни, потому что болезнь часто заменяет нам некую духовную жизнь. Ну, правильно, раз у нас нет подвигов, раз мы толком не постимся, не молимся, в церковь каждое воскресенье не ходим, мы причащаемся, как мы захотим, а не как положено. Есть определённые уставы церковной жизни, и раньше анафеме предавали человеку, если он месяц не причащался. Просто анафема, да будет. Высшая степень проклятия. И так как у нас нет вот этого напряжения духовной жизни, Бог создаёт другое напряжение. Ну, вот понеси хотя бы вот на этом уровне. Поэтому ещё раз подчёркиваю, что болезнь – это не столько наказание, сколько, ну, слава Богу, это благословение Божие для нашего вразумления. Чтобы мы понимали, что жизнь очень короткая, она внезапно может быть короткой, и что вот в эту секунду она может у каждого из нас закончиться. Надо успеть, сделать главное. А главное – это не то, что я хочу, а то, что Бог хочет. А я у Него не на работе, оказывается. Я даже не наёмник, я даже не раб Божий. Хотя мы пишем там в записках «раб Божий, раба Божий», но мы не рабы, оказывается, Божи. Мы сами по себе здесь живём. Хлопнули дверь и ушли, и живём в этом аквариуме. И потом ещё на Бога обижаемся, почему рыбки умерли, почему там дети умирают, да, тоже вот тема такая, почему дети умирают. А Бог действительно берёт к себе. А я, получается, всё себе забрал, а Бог мне напоминает «нет, твоего ничего, твоего совсем ничего». Всё, что не есть, это вот те таланты, которые тебе Бог дал. Бог дал, чтобы ты их вложил и ещё приумножил, чтобы потом опять же Богу всё вернуть. А мы всё себе присвоили, вообще всё. Вот этими болезнями, потерями рук, ног, глаз, зрения, памяти Бог и напоминает «нетвоё это». И не цепляйся за это. Просто не цепляйся. А мы цепляемся, привязываемся. – Митополит Антоний Суржевский говорил о том, что размышление о смерти чрезвычайно полезно для верующего человека. Тут, в общем, понятно, что называется без комментариев. В вечернем правиле у нас есть одна... Ну, перед тем, как мы уже заканчиваем молитву, мы показываем на свою постель и говорим, «Господи, неужели Одерсей мне гроб будет? Или...» А дальше удивительная совершенно вещь, когда мы говорим о том, что «или ещё днём просветишь им меня». И я так понимаю, что вот в нашем понимании Бога у нас нет ничего, что мы можем понять сами, если только без помощи Божьей. Помощь Божья может быть очень разная. И в том числе, конечно, помощь Божья может быть и в наших болезнях, и, конечно же, в исцелениях. С этим... Вот мне просто жаль, что никто из наших телезрителей не позвонил со свидетельством исцеления от болезней. Ну, я думаю, что просто таких очень много примеров. Просто мы мало благодарим Господа за всё это. Но, подводя некие итоги нашей передачи, мне всё-таки хочется ещё и поднять один вопрос. Сколько же, грубо говоря, терпения мы должны испытывать в наших скорбях? Есть ли предел к тому, чтобы, например, когда человек вот очень-очень сильно претерпевает в своих страданиях? Вот мы же просим у Господа о том, чтобы он засчитал эти страдания как некое искупление. Перед Господом за все эти грехи. Вот у нас буквально одна минута осталась, и я очень прошу коротко ответить. Отдельная тема, наверное, да. Но просто вспомним, что терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший до конца тот спасён будет. Поэтому главное помнить, какая бы боль ни была, мы не должны резать жизнь. То есть никто не виноват. Мы продолжать должны жить и приносить радость другим людям, ну, Богу, Церкви, Отечеству. И даже в болезни нашей радости это должно быть по причине того, что всё-таки это... Да, оставаться человеком. И это любовь Божья. Я очень прошу вас благословить наших телезрителей. Бог молитвами святого равнопостального князя Владимира благословит всех вас, и особенно всех тех, кто заболел, кто имеет какие-то страдания, переживания, болезни. Вот у князя Владимира тоже были свои боли. Он вынужден был неоднократно и с сыном Ярославом воевать, с Новгородом. Поэтому мы прекрасно понимаем пример святых. У них этой боли, может быть, было больше, чем у нас. Поэтому дай Бог вам терпения, дай Бог вам благоразумия и благодарности. Дорогие наши телезрители, наша передача подошла к концу. У нас в гостях был отец Владимир Флавьянов, гоститель храма равнопостного князя Владимира в Усть-Долсы и Великоложской епархии. До свидания, всего вам доброго, и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин